Добрый день, в эфире Рябунг ТВ. У нас на связи политический обозреватель, военный эксперт Александр Керманович Артамонов. Англосаксы решили провести очень хитрую такую линию. Это сначала признание границ, потом заключение договора, мирного не дают на Пашиняна с этой точки зрения, а потом после этого медленное выжимание России и ее пограничных войск из Армении, а после этого фактически опасность для шести населенных пунктов Армении как минимум, может быть и больше, потому что, ну, собственно, у Азербайджана есть свой взгляд на то, что является его территорией. Я остаюсь при своем мнении, Пашинян не играет армянскую скрипку, Пашинян выступает фактически на азербайджанской стороне против своего народа. Зачем он это делает, другой вопрос. Для того, чтобы такие аргументы рассматривались, необходимо собрать доказательную базу и ее представить в ООН. Это не совсем простая вещь представляется, потому что, к сожалению, карабахские армяне пришли массово уйти с территории Карабаха, более 100 тысяч человек, это был исход. Я, к сожалению, не знаю подобного в мировой практике за последнее, не знаю сколько веков, поэтому тогда, когда люди уходят, очень сложно собирать данные. Как Армения вновь стала существовать как государство в 19-м, ну, в начале 20-го века, точнее, да, с этой эпохи всегда Армения опиралась на Россию. Поэтому, так как Армения на сегодня не желает опираться на Россию, мы будем видеть бесконечное отступление Армении, пока Армения, ну, в результате не останется, если это будет продолжаться. Добрый день, Александр Германович, спасибо, что нашли время и вышли с нами на связь. Добрый день, Зара, приветствую всех, здравствуйте. Александр Германович, вот по поводу армяно-азербайджанских отношений и вот этого вот мирного договора, который никак не подпишется, в последнее время армянские власти, в частности Никол Пашинян, стал заявлять, что пока что в ближайшее время не предусматривается подписание этого договора, и все это вот оттягивается, хотя некоторое время назад говорили, что уже совсем в ближайшем будущем, даже до конца прошлого года ожидалось, по их словам. Ну и получается, что как бы этот процесс в каком-то смысле зашел в тупик, потому что армянская сторона стремится этот процесс перевести на европейские площадки, а Азербайджан все-таки больше на российских площадках готов подписывать. Вот этот процесс сейчас, видите ли вы, что он в тупике и как он будет развиваться дальше? Я вижу, что действительно ситуация более чем критическая, Зара, потому что с одной стороны, да, действительно есть желание Азербайджана принести подписание мирного договора на европейские площадки, но мы знаем, как сейчас отреагировал ПАСЕ и Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ, на последнее событие, связанное с Карабахом. Я имею в виду резолюцию ПАСЕ, которая оказалась крайне неблагоприятной для Азербайджана, фактически заявление Азербайджана о едва ли не замораживании своего участия в Совете Европы, потому что Совет Европы встал на сторону фактически Армении и выступил против определенной политики, проводимой Азербайджаном относительно армянского населения в Карабахе, ну и в целом, наверное, Армении. Исходя из такой позиции Европы, мы помним, что при рассмотрении вопроса, это отметили азербайджанские дипломаты, вопросы касаемо, ну, скажем, антиазербайджанской резолюции в ПАСЕ. Ряд стран, которых Азербайджан считал своими союзниками, Украина, Грузия, Молдавия, и не только покинули зал и отказались голосовать против этой резолюции. То есть для Азербайджана ситуация, в данном случае, не очень выгодная. Она удивила в том числе официальный Баку, и потом пошли такие заявления, что, а вдруг Пашинян без Европы, и тем более без России договорится обо всем сам напрямую с Азербайджаном, и как тогда глупо будет смотреться ПАСЕ, и глупо будет смотреться весь Совет Европы. Ну, я не знаю, кто будет глупо смотреться, я пока вижу то, что действительно Пашинян не хочет идти и не пойдет никогда против решений Франции, ряда других государств, сильных государств, которые, как мы видим, не поддерживают в данном случае политику, ну, некого такого навязанного мира между Азербайджаном и Арменией. Почему они поддерживают? Потому что сразу после установления этой границы, я думаю, что европейские государства это хорошо понимают, встанет вопрос как раз о том, что российские войска больше не нужны на территории Армении, и после этого для Армении создастся очень тяжелое положение в районе Ехернозора, и не только, я беру районы, которые вплотную примыкают к Нахичеване, или поблизости находятся. И тут есть мнение, ну, скажем откровенно, группы российских теркологов и специалистов по Ирану тоже, которые считают, что англосаксы решили провести очень хитрую такую линию. Это сначала признание границ, потом заключение договора, мирного они дают на Пашиняна, с этой точки зрения, а потом, после этого, медленное выжимание России и ее пограничных войск из Армении, а после этого, фактически, опасность для шести населенных пунктов Армении, как минимум, может быть, и больше, потому что, ну, собственно, Азербайджан и есть свой взгляд на то, что является его территорией. И, с этой точки зрения, опасность для Армении отнюдь не ликвидируется тогда, когда будет подписан мирный договор. Наоборот, Армения останется полностью без всякой защиты в случае ухода российских войск. Это очевидно. И Франция, как ни странно, я тоже понимаю, я говорю странно, потому что Франция совсем недавно еще, как мне казалось, выступала за то, чтобы заменить с собой российские войска в Армении и дать какие-то гарантии армянам, что не повторится то, что было в Киликее 101 год назад, теперь уже 62 года. Но, похоже, во Франции оценили все-таки риски того, что Франция не сумеет ничего, как и тогда, один год назад, сделать. В Киликее окажется в очень тяжелом положении. Ну и поэтому фракция сейчас не желает, судя по ее реакции на резолюцию ПАСЕ, не желает такого сценария. А Пашинян, еще раз повторю, не опираясь на Францию, на армянское сообщество Европы, никогда не пойдет на то, чтобы заключать такой мирный договор между Азербайджаном и Арменией вопреки поле Европы. Получается, что Европа не очень сильно довольна той ситуацией, которая сейчас складывается для Армении, а азербайджанские политики в этом видят, в частности, Мусабеков в России, другие, видят руку Москвы. Но я еще раз говорю, я не вижу в этом руку Москвы, я вижу только одно, что французы, и не только французы, не желают попасть в такое положение, когда вспыхнет очередная война, уже совсем убийственная для Армении, а они, которые гарантировали существование Армении, ничего опять не сумеют сделать. Поэтому с этой точки зрения неожиданно для многих Франция и, как мы видим, даже и Грузия, та же самая, по умолчанию, и все остальные выступили против того, чтобы сейчас как-то продвинулись инициативы, как видит азербайджанская сторона. На мой взгляд, я остаюсь при своем мнении, Пашинян не играет армянскую скрипку, Пашинян выступает фактически на азербайджанской стороне против своего народа. Зачем он это делает? Другой вопрос. Связано ли это с деньгами? Я думаю, что в меньшей степени связано ли это с тем, что он попал в очень нехорошую ситуацию? Он вынужден это делать, потому что, может быть, есть какие-то материалы на него, может быть, он не может отказаться от своей политической линии, может быть, у него есть такой сценарий не совсем устойчивая психика. Все возможно. Я не вижу в нем такого же злостного врага армянского народа, как Жерайш Сефелян, который, на мой взгляд, во главе с Асна ЦРР выступает просто за интересы французской разведки. Но в любом случае, Пашинян не свободен в принятии своих решений. Но пойти против армянского комьюнити Европы он не пойдет никогда, потому что это будет подрыв самого себя, на мой взгляд. Вот в последнее время Пашинян делает достаточно странные заявления. Он предлагает Азербайджану взаимно контролировать вооружение. Недавно также он предложил подписать соглашение о ненападении взаимное, пока не подпишется вот этот мирный договор. Зачем он такие заявления делает, которые звучат странно? На мой взгляд, еще раз, у Пашиняна логика несвободного человека. Есть разные партии. Есть, как мы понимаем, и партия, которая открыто играет в парламенте Армении Бабуханян. Есть позиция, может быть, не такая последовательная, но она есть у Царукяна. Мы видим позицию партии, тоже, так сказать, движения, которое возглавляет Ванецян, который, кстати, сражался, одним из последних уходил, насколько я знаю, из района Карабаха и ранен был. Но все эти люди, не возникает сомнений, выступают все-таки, несмотря на какие-то свои разногласия, эти политики выступают за интересы Армении. Пашинян с самого начала себя, у меня полное ощущение, не чувствует части армянского народа, потому что он идет вразрез всем точкам зрения, включая мнение, которое рассказывает еще Терпетрасяна не только о том, что убийственно для Армении каким-то образом пытаться развести с Россией и поверить Азербайджану. Это вполне естественно, потому что Азербайджан и сегодня полностью слил свои интересы с Турцией. И даже страны для политика ранга Пашиняна не понимают такие простые, как мне кажется, и понимает любой школьник в Армении вещи. Поэтому я вынужден говорить о том, что Пашинян просто играет про-азербайджанскую партию, и он только одного боится, что его не поддержат, что его свергнут, потому что его уберут от власти. Поэтому он, с одной стороны, очень сильно хочет слияния Армении с Азербайджаном, и тут я вспомню еще раз такого политика как Бабуханян, который правильно говорит, что пройдет одно-два поколения, и останутся дальше только турки армянского происхождения. Потому что это очень происходит быстро. Армения находится в океане Тюркского, в Тюркском океане, вокруг сплошные тюркоязычные страны. И по этому поводу для Армении такой шаг будет фактически самоубийственным. Но Пашиняну, похоже, просто на это наплевать. Если хотите пример, я понимаю, что по-разному можно относиться к фигуре Зеленского. Но Зеленский, когда он бездумно кидает своих людей на российские позиции, просто уничтожает свой собственный народ. Потому что народ это люди. У меня ощущение, что Пашинян тогда, когда он принимает такие решения, немного поступает как Зеленский, или даже много поступает как Зеленский. Потому что самое главное для любого политика — сохранение своей национальной территории и своего народа. Если завтра начать сливать свои интересы с другой страной, тем более страной, которая все-таки традиционно враждебная, то я не знаю, много ли останется от такой страны. Пример еще такой же, я Зеленского потом процитировал, это его решение слиться вместе с Польшей, фактически потерять суверенность Украины. Но Пашиняна тоже, похоже, хочет отраты суверенности Армении, суверенитета армянского. Посмотрим, каким образом ему даст это делать. У меня ощущение, что армянский народ все-таки войны поддерживает, хотя он пока еще остается в власти. Вот недавние слова Марии Захаровой о том, что нет международных документов, доказывающих то, что в Карабахе произошли этнические чистки. Вот эти заявления вызвали очень бурную реакцию некоторых экстремистов, можно их назвать. Как вы вообще прокомментируете вот данное заявление Марии Захаровой? Это очень тяжелый вопрос, тем более я профессор дипломатической академии на кафедре международной внутренней безопасности России. Мария Захарова, мой непосредственный руководитель, она зав. кафедры, где я являюсь преподавателем и профессором. Но я в любом случае скажу, что для того, чтобы такие аргументы рассматривались, несмотря на мою личную субъективную позицию, для того, чтобы такие аргументы рассматривались, необходимо собрать доказательную базу и ее представить в ООН. Это не совсем простая вещь представляется, потому что, к сожалению, карабахские армяне пришли массово уйти с территории Карабаха, более 100 тысяч человек. Это был исход. Я, к сожалению, не знаю подобного в мировой практике за последнее, не знаю сколько веков. Поэтому тогда, когда люди уходят, очень сложно собирать данные. Я знаю о том, что были попытки какой-то объективно зафиксировать что-то, но это делали не карабахские армяне, делали без участия российских миротворцев по каким-то объективным или субъективным причинам. Это сейчас не суть. Но если такие данные есть, как они были по сербам, я беру уничтожение сербов, этническое в районе Сараево и не только, такие аргументы очень правильная вещь. Потому что хоть год пройдет, хоть 10 лет пройдет, они по-прежнему остаются в силе. Давайте вспомним резню армян, которую устроили Турции. И здесь нельзя ничего протестовать, потому что есть очень много свидетельств. Поэтому первое, в чем можно призывать здесь карабахских армян и тем, кто их сочувствует на территории Великой Армении, это не возмущаться, а собирая данные. Армения обладает голосом ООН и представьте эти данные на Совет Безопасности, на рассмотрение. Как это, кстати, делала даже такая великая держава, как Россия. Опять говорю, субъективно я могу со многими вещами не соглашаться, потому что я военный эксперт и достаточно резкий человек. Но сейчас у нас только что, как мы знаем, был сбит наш самолет Ил-76, и опять Россия могла ударить по Украине. Но вместо этого она заявила, что она выступает за расследование и представление всей полноты данных ООН. Но тогда, когда речь идет о такой трагедии, как Карабах, я напомню, меня это тоже касается как русского человека, потому что около 200 тысяч войсов наших отдали жизнь за то, чтобы на Южном Кавказе была Россия, соответственно, тоже, чтобы была утверждена Армения. Это 19 век, мы знаем, сколько людей погибло. Но сейчас, получается, их смерти были просто так, они, получается, просто в туне были. Это очень жалко, это обидно. Поэтому надо, начиная с того, чтобы собирать просто доказательства. Доказательства, наверное, все-таки есть. И когда доказательства будут представлены, тогда уже можно говорить. Захарова дипломат, она не военный деятель, она не выступает за какую-то, скажем, за какую-то войсковую группу, она не руководит войсками. Она может выступать как дипломат и опираться на тексты, на признанные данные, на факты. Поэтому немного чего обидно. Мне обидно убийству посла Карлова, посла России в Турции. Но что можно сделать, когда турки говорят, что это был один человек, который взял и выстрелил? Не знаете, очень сильно было обидно, когда убили нашего представителя Чуркина. Ну, считается, что он убрал свою собственную смертью в Нью-Йорке, в Америке. Я считаю, что его убили. Но доказательств нет. Поэтому сегодня говорят, ну, взял случайно и умер. Понимаете? Поэтому надо начинать со сбора фактов, со сбора доказательств. Тогда уже будем говорить. Российский миротворческий контингент, он продолжает оставаться в Карабахе на своих местах. И недавно глава российского МИДа Лавров заявил, что то, что они там находятся, это может способствовать им, помочь возвращению армянского населения в Карабах. А есть ли какая-то программа или какие-то дополнительные гарантии, которые смогут обеспечить возвращение населения? Потому что получается, что российский миротворческий контингент находился там, но при этом был исход населения. Как видится возвращение в этом случае? Зара, смотрите, есть разные программы, скажем так. Программа имплементации населения куда-то ни было никогда не входила в задачи российского контингента. Я имею в виду, что есть, допустим, американская программа была такая по созданию государства Либерия на территории Африки из армянских, прошу прощения, я говорился, естественно, из американских африканцев. Все слова на буква об этом и говорилось. И они создали государство Либерия. Есть там программа утверждения независимости, допустим, Сараева, чего-либо еще. Но у российских миротворцев была четко поставлена задача обеспечить безопасность армянского населения. Армянское население захотело уйти. Поэтому если армянское население само хочет уйти, что могут сделать миротворцы, воевать за население, которое не воюет? Я знаю, аргументы все, включая то, что карабахские армяне говорили, что у них мало оружия, чтобы воевать. Что у них нет боеприпасов, что им не поставили. Мне это больно, по-своему, если хотите. Но я могу сказать только одно, но это вопрос уже большой Армении и Карабаха для того, чтобы получать это самое оружие. Потому что вы сами понимаете, что не было независимо признанной единицы, такой как Арцах, и есть решение ООН. Что делала Армения с Арцахом, это делала Армения. И тут, к сожалению, это уже армянские политики должны были решать. Миротворцы обеспечивать возвращение населения не могут. Это будет вмешательство, интервенционизм. Я опять вынужден напомнить, Россия признает границы, которые были признаны четырьмя декларациями, точнее, четырьмя документами, нормативными актами ООН. Другое дело, что если бы карабахские армяне оставались на местах и вели бы сражения, тогда у миротворцев были бы определенные аргументы. Но они ушли. Их никто не заставлял. Поэтому это действительно ситуация очень тяжелая для восприятия. Для меня она во многом не ясна. Я считаю, что это колоссальный проигрыш. И не только для Армении. Но что тут можно сделать? Насильно за Армению никто, за армянское население, даже не за государство Армении. Такие вещи никто делать не может. Но карабахские армяне могли бы сами вести ту борьбу, которую они считают нужным. Если они ее вели бы, то, наверное, Большая Армения не бы ее поддерживала. За Большую Армению стоит Россия. Как-то так. Напрямую Россия здесь делать ничего не может. Извините. По требованию Азербайджана армянские власти заявляют, что необходимо вносить изменения в Конституцию. Необходимо. Азербайджанская сторона требует анклавы, которые армянская сторона готова отдавать. Говорят о том, что нужно менять герм, гимн. До каких пор будет давить на Армению Азербайджан, и армянские власти будут соглашаться? Зара, я понимаю позицию. Вы должны еще раз повторить. На мой взгляд, Армения с эпохи своего воссоздания, армянский народ существует тысячелетия. Но я хорошо знаю, недавно обсуждал это на днях с Кориной Геворгян, человек представителя очень древнего рода, уходящего в библейские времена. Но она крупный известный специалист, иронист в России. Но разговор о другом. Разговор о том, что с тех пор, как Армения вновь стала существовать как государство, в начале XX века, точнее, с этой эпохи всегда Армения опировалась на Россию. Поэтому так как Армения на сегодня не желает опираться на Россию, мы будем видеть бесконечное отступление Армении, пока Армения в результате не останется. Если это будет продолжаться. По очень простой причине. Это знаете, как крупное небесное тело в астрономии, которое стабилизирует орбиту другого небесного тела. Армения, я возвращаюсь опять к словам первого президента Армении, уже новой эпохи, новейшей эпохи, он сказал всегда оставаться в дружбе с Россией. Никак иначе. Я напомню еще раз, это, может быть, слова звучат как у Кассандры, но это правда, никакой другой правды не существует. Даже такая региональная крупная страна, как Турция, в лице Кемаля Ататюрка, которая всегда воевала с Россией, в результате получила от Кемаля Ататюрка такие слова. Он сказал, только тогда Турция будет стабильна, если она будет в мире и добрых соседских отношениях с Россией. Поэтому, что говорить об Армении? Армения в данном случае естественный союзник России. Всегда им была. И тут армяне прежде всего должны навести порядок у себя дома. Я беру Ереван по той простой причине, что французский капитал, я знаю, сейчас французский капитал накачивает Армению, сейчас идет прирост национального продукта, но я могу только еще раз призвать армянское население подумать о том, что спекулятивная финансовая экономика и даже строительство высоток на территории Еревана – это не развитие реальной экономики. В результате можно проиграть просто страну. Посмотрите, сколько предприятий создается, сколько заводов они создаются. Все эти стройки, все эти люди с большими капиталами, которые приезжают и якобы изображают, что они что-то дают Армении. Но посмотрите, сколько сейчас народа в Армении, сколько было народа в Армении, когда заканчивалась советская эпоха. Все же очень просто. И потом, я могу сказать только людям, которые живут в Армении, вы, конечно, опираетесь на свою комьюнити за рубежом, но армяне, живущие за рубежом – это не армяне, живущие внутри Армении. У них совсем другие интересы. Когда они говорят «мы солидарны с вами», но они солидарны с вами, сидя в Париже, в Нью-Йорке, в Мадриде, вам от этого легче. Они деньгами откупаются от вас и говорят «вот мы дали деньги». Деньги не воюют, деньги не строят реальную экономику, деньги нельзя кушать. Поэтому, на мой взгляд, если Армения и продолжит политику решения дальше, то она обязательно придет вполне понятным для меня к концу. Я не хочу сейчас ввести никакие воинственные речи, я просто понимаю, что очень мало шансов выставить, когда против Армении такой безумный контингент. Азербайджанская армия, она очень сильная на сегодня, турецкая армия, а фактически это сейчас единый контингент. Нет ни одного офицера Азербайджана, который не прошел подготовку в Турции. И у них есть призыв, вы знаете лучше меня, один народ, два государства. Грузия, которая фактически объединена внутри блока НАТО. То есть получается, что Армения на сегодня сделала ставку, что она будет внутри блока НАТО, и там ей кто-то что-то гарантирует. Но мы видим, что Франция, именно из того, что я рассказал про ПАСЕ, гарантировать опять Армении ничего не будет. И потом, дайте мне хоть один пример, когда Франция хоть кого-то от чего-то спасла. В Африке или на Ближнем Востоке, в Ливане, где-то еще, посмотрите на военную в Ливане, посмотрите, что осталось от Ливана. Франция никогда никого ничего не спасала. Франция, у нее, простите, она как рептилоид, она только ради самой себя существует. И очень древняя страна, очень мудрая, очень злая. Поэтому сами подумайте просто, ну какой смысл кому-то сейчас сохранять Армению внутри НАТО в качестве независимой страны. НАТО интересует армянские военные. Я знаю, что сейчас во Франции тренируется контингент армянских военных, они могут казаться даже на Украине. Я даже знаю базы, на которых они тренируются. Это очень печально, потому что, еще раз, Россия выстоит, но Армения может себя потерять полностью. И здесь у нас много примеров такого рода. А с другой стороны, вы знаете, что не говорить бесконечно, скажу вам. Вы видите хорошо примеры на Среднем и Ближнем Востоке. Вы видите хуситов, вы видите афганцев. Конечно, эти очень бедные народы. Я не знаю, насколько они древние, но все народы, наверное, как-то древние. Но у них явно нет такой культуры, как у армян. И обратите внимание, они заставили американцев бежать от себя. Потому что они все, как один, были против американского присутствия. Посмотрите на Иран, который 30 лет живет в изоляции, более 30 лет. И тем не менее, в Китае первый представляет пластмасса. Мощная страна. И даже беспилотники, совместная программа с Россией. Какая у них ракетная промышленность. Иран дружествен Армении. Мне кажется, есть кого брать пример. Поэтому самое главное, навести порядок у себя дома. Тогда не будет 13 биолабораторий американских на вашей территории. И еще одно. Я не понимаю немножко армянских политиков. Наверное, бояться России бессмысленно. Потому что, если бы Россия хотела как-то поглощать Армению, то, наверное, она не делала бы ее независимым государством. Не помогала бы, я не буду армян обижать, не помогала бы стать Арменией независимым государством. Не развивала бы, простите, отдельную армянскую культуру, когда армянам было тяжело. Я про 19 век, про ту эпоху. То есть, никто никогда не посягал на Армению, как на государство. Поэтому очень легко понять, где друзья, где враги. Верить своим собственным врагам – это последнее дело. В результате можно просто остаться без всего и потом потерять жизнь. Вот, извините, но просто это горькие слова, но другие слова произнести не могу. А вот по поводу событий на Ближнем Востоке и резкого обострения отношений Ирана с США. Видите ли вы возможность, что начнутся открытые боевые действия на территории Ирана? И как эта ситуация может сказаться на всем Южном Кавказе? Я считаю, что на территории Ирана не начнутся боевые действия, пока Иран силен. Я знаю то, что сейчас ведется подрывная война против иранской армии и разведки, и политического руководства страны за счет этнического противостояния азеро-тюрок и персидского населения. На это делают ставку МИ-6, она же САС, британская разведка. Потому что я говорю абсолютно конфиденциальные данные, но они из достоверных источников. Дело в том, что большое количество этнических азербайджанцев, мы их называем азеро-тюрки, присутствуют в армии Ирана, в высшем политическом руководстве. И крайняя нестабильность может быть после кончины Али Хаменаи. Это будет сигнал для всех антииранских сил для того, чтобы пытаться подорвать Иран изнутри. Сейчас агенты британской разведки, и не только британская, но британская первая, это ее план, работают с максимальной эффективностью по созданию этой тяжелой ситуации. Для того, чтобы понять, как они работают, но давайте вспомним, что стало Советским Союзом. Поймем, что очень много к этому предложила руковая британская, американская разведка. Они работают очень эффективно, они могут подточить как мыши даже такого гигантского слона, как был Советский Союз. И по этому поводу я в данном случае несколько опасаюсь за Иран и понимаю, что здесь есть опасность большая. С точки зрения того, что сейчас Иран делает, я уверен, что американцы его боятся и будут бояться. Они никогда не устроят ударов по Ирану, потому что это вызывает немедленное уничтожение американских баз на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке находится более 8 американских баз во всех странах от Сирии до Омана, включая, естественно, и Саудовскую Аравию, и Арабские Эмираты и так далее. И у Ирана есть гиперзвуковое оружие и ядерные боеголовки. Максимальная, минимальная мощность, которая нам известна, это 10-15 килотонн. Но я предполагаю, что есть и более тяжелые боеголовки. Для уничтожения американских баз этого более чем достаточно. Вы сами понимаете, что гибель нескольких десятков тысяч американских военных, а их там около 30 тысяч, если считать еще даже территорию Ирака, все эти базы, вызовет нестабильность внутри США накануне выборов. Потому что, ну, политика Байдена и так непопулярна. Их, собственно, раздоры очень сильны из-за эмигрантской политики. Вы все сами знаете. И в этой связи, естественно, если пойдут гробы с Ближнего Востока, это вызовет, ну, крайнюю нестабильность внутри штатов. Поэтому никто не полезет сейчас в данный момент на Иран. Я знаю, что есть кукловоды, которые пытаются максимально поджечь Ближний Восток. Это даже не американское руководство. Я считаю, что, скорее всего, это лондонские сити и Комитет 300. Есть такая мощная НАДО государственная организация, которая стоит надо всеми. Они достаточно много и хорошо известны. Уже теперь эта организация объединяет колоссальный рынок труда и ее проявленные функции – Совет по инклюзивному капитализму во главе с Ватиканом. Это рынок труда, 200 миллионов рабочих мест, безумные деньги, 10,5 триллионов долларов во главе Лин, Форестер и Ротшильд. И я понимаю, что эта организация заинтересована в том, что сейчас сократить население Земли, потому что они об этом открыто говорят и на Давосе, и на заседаниях Института Сложности в Сан-Та-Фе, в других местах. Устроить максимальное количество войн и перерисовать карту мира. И Южный Кавказ, точнее Ближний Восток, для них это детонатор, откуда может пойти весь огонь. Поэтому они максимальные усилия прилагают. Большей частью действуют через США. Но в основе из известных нам центров, это Лондон. Насколько я вижу проблему. Это даже не США. США сейчас будут опасаться. Я думаю, Иран и Али Хаминеи, и Ксирков в Страже Иславской революции тоже понимают великолепную эту логику. Иран взрываться не будет. Обратите внимание, как сдержанно реагирует Иран на удары по Сирии, а там стоят части корпуса Стражей Иславской революции, на удары, которые идут против Хамаса. Хамас, конечно, это не части, естественно, Ирана. Но тем не менее, у Ирана есть свои собственные интересы. Обратите внимание, как Иран тонко действует, в том числе, насколько я понимаю, с хуситами. Никто не может сказать, что хуситы это Иран. Но я понимаю великолепно, что ракеты класса фатих, и не только кем-то производятся, и необходим определенный уровень технологий. Я не буду тут иранские друзей никак, так сказать, ни на что такое специально подвигать. Но просто скажу, что мне ясно, что там есть свой собственный союз, религиозный союз. Но Иран избегает прямой конфронтации, потому что он не хочет большой войны на Ближнем Востоке. Я надеюсь, что она и не вспыхнет, потому что большая война на Ближнем Востоке. Потому интересно этому надмировому комитету, что для России, а игра сейчас основная против России идет, это будет центр нестабильности, фактически опять театр военных действий. И рано или поздно, как они считают, Россия не выдержит. И тогда на этом обрушится тот столб, на который держится Евразия. Это часть Евразии. Останется Китай. Понимаете, Китай, один поле не воин, он далеко находится на Востоке, в Азии. Он этот ансамбль весь не удержит. Поэтому все мы, люди мира, понимаем, что самое главное сейчас держаться и дождаться распада американского гиганта. Потому что у американцев такое количество проблем безумное, что уже видно, что миром они командовать не могут. Иран это открыто доказал. Потому что нет у американцев гиперзвука. Я более того вас удивлю. Даже китайцы не могут подтвердить, что у них есть гиперзвук. А Иран подтвердил, что у него есть гиперзвук и есть возможности. И в данном случае Иран будет только наращивать свою мощь, а сотрудничая с Россией и работая по Ближнему Востоку. Конечно, мы тоже заинтересованы в восстановлении более справедливого мира. Но мы не хотим это делать через большую войну. И мы не хотим это делать по американскому сценарию. Поэтому я верю, что от такой войны мы сумеем как-то откреститься, избежать ее, даже несмотря на сектор газа и на все то, что там сейчас творится. Я все векалитно понимаю, но есть интересы всего мира и здесь приходится просто терпеть. Александр Германович, большое спасибо вам за такое разностороннее и глубокое разъяснение событий. Благодарю за радость. Спасибо. До свидания. Всего хорошего.